Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня мы снова отправляемся в безумный мир Схрона. Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика, книга вторая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава восемнадцатая. Противники окружал. Они выходили из скрытых ниш, из люка в полу, из-за странных машин и приборов. Эх, жаль, что мой Саня-параноик запропастился куда-то. Не стоило так необдуманно бросаться на врага. Без разведки, без выявления сильных и слабых сторон. Без какого-либо плана вообще. Я-то рассчитывал на битву один на один. Снова возник мастер Йода. Посмотрев на меня большими грустными глазами, он сделал рука-лицо и растворился бесследно. Да плевать на это все. Ведь я гребаный джедай. Дартулерих махнул черной дланью, и штурмовики в белой броне ринулись в атаку. Все закружилось в смертоносной пляске. Удар, поворот, уход в сторону, прыжок. Наши силуэты заскакали, обмениваясь ударами на фоне десятка светящихся ламповых мониторов. Сила течет во мне, и я един силой. Разъяренно гудел лазерный меч, отлетали во все стороны конечности, красные фонтаны хлистали из ран врагов. «Странно, я думал луч сабля запекает мясо и кровь». Некоторые штурмовики бестолково стреляли из бластеров, но я легко уворачивался от разрядов. В то же время мне удавалось следить, чтобы под горячую руку не досталось моим пленным друзьям. Я остановился тяжело дыша и расхохотался, оглядевшись. Бетонный пол сделался пурпурным от крови. Штурмовики в неестественных позах распластались тут и там. Ништяк. Правда, временами изображение подергивалось рябью, и вместо силовой брони возникали какие-то уроды в белых халатах. Я уже особо не заморачивался, не пытался различить, где явь, а где навь. Главное – победа. Подцепив носком подкатившийся шлем с головой имперского клона внутри, подпнул его как следует и с вертухи отправил вошалевшего темного властелина. Я, конечно, не ждал, что он сделает пас. Дарт Улерих и не сделал. С треском разлетелся выпуклый монитор. В последний миг враг сумел увернуться. «Ну да, он ведь тоже владеет силой, темной ее стороной». Я покрутил световым мечом и встал в боевую стойку. «Давай же иди сюда, Троди, проверим, че кунг-фу круче». К моей печали черная сволочь не приняла вызов, а бросилась на утек. Всегда знал, что джедаи круче ситхов. «Стоять, падла!» Я кинулся следом. Черный плач мелькал в поле моего зрения. Улерих сворачивал то вправо, то влево, пытаясь укрыться за стеклянными саркофагами. Вот прыткий гад! Преодолев зал, Дарт треснул кулаком в кожаной перчатке по кнопке. Загудели сервоприводы, тяжелая бронированная дверь стала отъезжать в сторону. Беглет шмыгнул в открывшуюся щель. «Сейчас бежит, сука!» Я размахнулся и швырнул луч саблю. Правда, она снова стала боевым томогавком. Блин, неужели отпускает? Рановато! Топорик силой вонзился, заклинивая в дверном пазе, и главное, он зацепил плащ мерзавца. Издав джедайский клич, я побежал добивать. Гад задергался, как пойманное шимпанзе, и рванул изо всех сил. Кусок плаща остался в проеме, а ублюдок побежал по длинному тоннелю, освещенному редкими лампочками. Я выдернул томогавк, и он опять превратился в медь джедая. Хотел уже бежать, но... Я оглянулся. Может, хрен с ним с Ульрихом. Может, сперва освободить друзей, привести их в чувства. Если они живы, конечно. Нет, сперва темный злодей. Уже удаляется. Вон как цокают его кованые сапоги. Надо грохнуть упыря, пока не устроил какую-нибудь невероятную гадость. Например, нажмет кнопку самоликвидации или пустит в помещение отравляющий газ. С такими мыслями я бросился вдогонку. Из коридора я попал в другой, не менее странный зал. В ноздри ударила отвратная вонь. Здесь рядами стояли сотни клеток, в которых шевелились человекоподобные уродцы. Это правда или глюки? У некоторых не было глаз, у других по четыре или по шесть в разных частях головы. Кстати, головы тоже непропорциональных размеров. Надутые, как арбуз, и маленький величиной с кулак. Вытянутые или перекошенные, безобразные. Общим признаком были раздутые перекормленные тела. Вряд ли они могли бы передвигаться самостоятельно. Я побежал дальше, а черный плащ мелькнул и скрылся на другом конце зала. Уродцы жутко выли мне вслед со всех сторон. Я стиснул зубы, стараясь не обращать внимания. Но этот вой пробирал до мозга костей. Следующий зал встретил лязгующим грохотом. Пол под ногами дрожал, вибрировал. За адским шумом я уже не слышал топот беглеца. Что это за машины? Здесь, наверное, вырабатывается энергия для оружия Звезды Смерти? Теперь осторожнее. Темный ситх может затаиться где угодно и ударить из-под тишка. Ему страшно, да. Я чую его страх. Он оставляет за собой ощутимый шлейф серой безысходности и ужаса. Подлая тварь не ожидала возвращения джедая. Пересек и этот зал. Вот он, ублюдок. Черная тень неслась по металлическим ступеням куда-то наверх. Поднявшись по лестнице, я услышал хлопок. Черт! Он скрылся за дверью. Влетев, как кошун на верхнюю галерею, ногой пнул по дверям. Заперто. Бах, бах, бах. Полетели искры. Но мой лазерный меч ее не берет. Стоп! Но у меня же есть бластер. Даже два. Не джедайское оружие, конечно. Я вытащил из кобуры тот, что поменьше. Убойный револьветрон. Направил на личинку замка. Тыдыщ! Яркая вспышка и облако дыма. Дверь, дернувшись, открылась в мою сторону. А может и не стоило стрелять? Пробежав еще один короткий коридорчик, я оказался перед другой дверью. Дорогой, массивный, отделанный резным красным деревом. Наверное, тоже не заперто. Я потянулся к ручке, но в последний момент сила подсказала мне. Да что там, она словно дернула меня за шиворот. Деревянная облицовка взорвалась очередью отверстий. Вспышки разрядов прошли в сантиметрах от меня. Острые щепки впились в кожу, но я не чувствовал боли в этот момент. Ах ты, скотина! Не признаешь честный джедайский поединок? Схватив сайготрон, бахнул несколько раз в ответку сквозь пробитые дыры. Плазма вылетала из ствола цельными и рассеянными сгустками. Сменив батарею бластера, шарахнул еще несколько раз. Пнул дверь и кубарем влетел в помещение. А здесь явно живут. Отметило сознание, пока глаза выискивали цель. Ковры, мебель из массива, флаги со свастикой и портрет Палпатина, повелителя ситхов. Я узнал его рожу по зализанной челке и мелким усикам. Но где же Дарт Ульрих? Не терпелось его аннигилировать. Я двинулся вперед, отпинывая по сторонам резные стулья и кожаные кресла. Сила бежит во мне, и я един силой. Она не даст застать меня врасплох. Что-то зашуршало за огромным столом, заваленным бумагами, чернильницами и прочей ретро-канцелярией. Я поднял ствол и выстрелил в лампу с бежевым кожаным абажуром. В ту же секунду из-под стола выскочил Дарт Ульрих. Бросив на пол имперский шмейсотрон, он скинул руки. Ага, заряды закончились. Торжествующая улыбка тронула мое сосредоточенное лицо. Нехтшистен! Нехтшистен! Сухо затрещал голос через динамики. Хоть и я не силен в языке ситхов, но понял, что сказал темный лорд. Я опустил суровое дуло сайгатрона. Нет, ты не умрешь от презренного бластера. Я снял с пояса и активировал лазерный меч. Дарт Ульрих испуганно завопил, когда гудящая сабля описала дугу. Отправляйся в преисподнюю! Я практически видел, как пронзают черный бронекостюм, как голова в каске срывается с плеч. Но в этот миг все мое тело пронзило чудовищная, непередаваемая боль. Меня скрутило, меч выпал из парализованных рук. Я закричал. Мастер Йода, приди на помощь! Сила, где же ты? Сквозь меркнущее сознание доносился зловещий хохот Ульриха. Я пытался встать, но жгучая боль расплавленной лавой струилась по всем нервным окончаниям, терзая синапсы и аксоны. Это конец. Из последних сил мне удалось сфокусировать зрение. Черная фигура встала надо мной, заслонив свет ламп. «Данки-шоун, фрау Антонина!» Прогудел он. А через минуту рядом с ним появилась вторая фигура. «Теща!» Старческое лицо растянулось в кривой усмешке. Из ноздрей старой ведьмы выходили какие-то трубки, соединенные с баллонами на спине. В руках парализатор, а в глазах жажда смерти. В следующий миг все поглотила багровая пелена. Глава девятнадцатая Меня выбросило в гиперпространство. Космический холод пронизывает насквозь. Ну вот и все по ходу дела. Ты умер, Санек. Что это за место? Неужели сюда попадают все джедаи? Калейдоскоп непонятно чего, где нет времени, нет ориентиров и привычной метрики пространства, где каждую секунду рождаются и умирают целые вселенные. Где, черт побери, йода? И тут я услышал знакомое хихиканье. «За мной следовать должен ты!» Зеленый чебуратор возник передо мной в облаке света. «Где мы, блин?» Спросил я. «В изнанке мира находишься ты, Санек. Ни место здесь под аваном глупым, с левелом непрокаченным». Я не успел ничего больше спросить. Ушастый подскочил и зарядил своей клюкой прямо в лоб. Раздался протяжный звук гонга. Ближайшая точка сингулярности распахнула алчную пасть. Я закричал, проваливаясь в бездну. Скорость стремительно росла, пятнышко света впереди раздувалось, обретая объем. И вот я уже лечу, как спутник на орбите, разглядывая заснеженные материки родной планеты. Свободными от снегов остались только экваториальные области, Центральная Африка, Индия, Южная Америка. В Северной Америке бушевал Елостоун. Потоки магмы изрыгались, как кровь из открытой раны. Шлейфы пепла и дыма, словно змеи, тянулись через половину Пиндосского континента, сверкая холодными вспышками молний. Я так засмотрелся, что чуть не влетел в огромную кучу металла. Да это же МКС! Я задержался немного, разглядывая мертвую станцию. Несколько солнечных батарей разбито. Один из модулей черный от копоти, в другом пробоина, словно кто-то из пушки обстрелял. Неподалеку в открытом космосе парили два тела без скафандров. Подлетев ближе, я различил нерусские имена. На одном шеврон НАСА, на другом значок Европейского космического агентства. И у каждого аккуратная дырочка во лбу. Наверное, когда начался БП, наши космонавты избавились от представителей вражеского государства. Хотя, возможно, те напали первыми. Судя по разрушениям, здесь кипел бой. Но станция отнюдь не мертва, как показалось ранее. В одном из модулей светятся с желтыми пятнышками иллюминаторы. Заглянув туда, я увидел двух небритых космонавтов. Наши стопудово. Они что-то выращивали в больших стеклянных боксах. Красавцы! Походу, организовали орбитальную оранжерею. Но что они там растят? Лук, морковь, сельдерей? Приглядевшись более внимательно, я даже моргнул несколько раз. Чё? Каннабис в космосе? Хотя, почему бы и нет? Я хотел понаблюдать еще, но меня потащило дальше, будто жесткая гравитация дернула за воротник. Теперь я падал с огромной скорости. Проскочив, слоеный пирог облаков вместе с отравленным радиацией ветром полетел над выжженными городами, разрушенными плотинами, оплавленными исполинскими язвами, следами ядерных ударов. Но не все населенные пункты были уничтожены. Маленькие городки, деревни, поселки в основном уцелели. Охраняемые периметры, пулеметные гнезда, стены, колючая проволока, противотанковые рвы. Где-то все еще бушевала война. Я видел бегущих по белым полям человечков с оружием в руках, видел танки, расстреливающие обороняющийся город, слышал гром сотен орудий и свист снарядов. Неужели эта битва за ресурсы никогда не закончится? Когда этим глупцам надоест убивать друг друга? Меня понесло дальше, на север. Обгоревшие пеньки зданий, покореженные от брошенной на сотни метров тарелка зенит-арены, указывали на то, что здесь когда-то была жизнь. Но, пролетая над Петрозаводском, сердце потеплело от радости. Родному городу, видимо, не досталось боеголовки. Светились окна домов, проезжали редкие автомобили, в основном патрули. Над зданием администрации гордо реял непонятный флаг с какими-то рунами. Я летел все дальше и дальше, над лесами, сопками, маленькими деревушками. Даже сделал круг над оккупированной Кандалакшей. Потом снова тайга, покрытый льдом озера, реки. Наконец, как водоворот, меня втянуло в темный зрачок пещеры. Пролетев храпящего вавана, затем лабиринт подземных ходов, тайный бункер безумных фрицев, мой разум ворвался-таки в свое бренное, но мускулистое тело. Реальность встретила сурово. Первое, что ощутил – холод и жесткость металлического ложа. Конечности зафиксированы в прочных кандалах. Блин. Да эти сволочи содрали с меня всю одежду, даже тактические трусы. Раздался звон, будто кто-то перебирал в лотке хирургические инструменты. Я осторожно приоткрыл глаз. «Уллерих! Уллерих! Он очнулся!» Запрыгала старуха, наставляя на меня гребаный парализатор. «Это не есть быть!» Прохрепел голос вне поля зрения. «Инъекция вырубает он человека на двенадцать часен!» Уже не таясь, я открыл оба глаза. Что за помещение? Опять лаборатория? Кафельная плитка кое-где отвалилась. Когда-то она была белая, но теперь заляпана бурыми и черными пятнами, потеками, разводами. Больше похоже на мясницкую. Я сглотнул нервный ком. Действие с жабы закончилось. Йода больше не абонент. Сила не... А что-то определенно осталось. Энергия тонким рычайком вливалась в мое обессиленное вражеской химии тело. Но этого мало. Мало, блин. Так, главное не поддаваться панике. Сила бежит во мне, и я един силой. Йоккарный иконостас, как сказал бы Егорыч, только бы не отпустила раньше времени. Надо их как-то заболтать, усупить бдительность, вырваться и устроить адский дестрой. «Эй, немчура недобитая!» Крикнул я. «А ты в курсе, что Гитлер капут?» «Можно мне снова его обездвижить, герр?» Облизнулась полоумная теща. «Найн, майна либа, Гретхен!» К ней подошел черный ублюдок в маске. «Так ты, значит, Ульрих?» Я презрительно усмехнулся. «Ты откуда, блин, нарисовался вообще?» Он бешено засопел, но все же ответил. «Ты меня знать!» «Я есть доктор Ульрих фон Рихтер. Я работать бункер, делать биологический вафен для майнфюрер, во славу Великий Рейх!» «Фатерланд, начинать война!» «Майна лаборатория, новый подопытный!» «Много советящий за льдатен хорошо, зэргут!» «Но зло и ронить судьба, русиш партизанен зарвать выход!» «Я проводить здесь восемьдесять лет!» «Наука, трансплантология и выращивание доноров из майны подчиненной продлевать майн-жизнь!» «Я знать, Рейх не оставлять своих сынов, и мы дождаться!» «Сейсмограф передайтен много грозен взрывен!» «Значит, майнен коллеген получить вундерваффе атомобомбы!» «Взрывен сдвинуть пластынь породен!» «Майна зальдата найти выход!» «Доктор фон Рихтер выпускать вирусен!» «Фашист поболтал колбой с прозрачным веществом!» «Вирусен лететь, все заражать! Советящий капут! Еврей капут! Негр капут! Великий Рейх править планетен яя!» «Самарен пиздохен шайсе! Улилих делать грозен пиздохен!» «Капец! Да он же наглухо больной!» «Крышак совсем, видать, уехал за десятилетия под землей!» «Если я не остановлю гада, всех, кто выжил после ядерных бомбардировок, ждет ужасная смерть!» «А может, что и похуже! Ну и кто же, если не я, резкий и опасный джедай остановит сумасшедшего доктора и спасет мир!» «Евреи, негры, это понятно!» «Как можно более равнодушно, сказал я!» «Но меня-то зачем схватили? И моих друзей!» «Их гипнозен мозген, это мой милый фрау!» Безумец погладил старую кошелку по ягодицам, отчего та аж расцвела. «Мы любим друг-друг делать о-я-я-дас из фантастиш! Рожать много-много киндерн!» Я даже чуть не расплакался от умиления. Улирих резко повернулся ко мне. «А другой женщин будет делать новый зальдатен! Ты убивать мой зальдатен, я делать новый зальдат! Твой мускален зергут! Я брать твой сперматозоиден для скрещиваний! Фрау Антонина!» В черной кожаной перчатке свернул скальпель. «Отрезай тен этот глупый русич Янкен, а я доставай тен семенной жидкость!» Карга отложила парализатор и радостно схватила остро заточенный инструмент. «Э-э-э-э!» Я задергался в кандалах. «Можь возьмете мое семя классическим, так сказать это, способом?» Теща вопросительно уставилась на господина. Тот думал полминуты, а потом прохрипел. «Найн! Резайтен! Ха-ха-ха-ха!» Я собрал всю накопленную силу и чудовищно напряг стальные мышцы, пытаясь разорвать захваты. Мои шары испуганно втянулись, когда кожи коснулась холодная сталь. Глава двадцатая Мозг лихорадочно искал пути выхода из сложившейся неприятной ситуации. Просто охренеть, какой неприятный! Хорошо, блин, успел оплодотворить свою девушку. Моя генетическая линия не прервется сегодня. Хотя, когда к яйцам приставлено супер-острое лезвие, это как-то не особо греет душу, согласитесь? Страх липкой хваткой сковал тело, я пучил глаза и сжимал зубы, чтобы не заорать. Не доставлю врагам такого удовольствия. Мои орехи не такие уж титановые, как я всегда считал, а теперь их спасет только чудо. Пусть сейчас ворвется Егор и Челивован. Нет, он наверняка спит бухой. Пусть Валера выберется, он гребаный, мать его, ФСБшник. Пусть тормознет свою любимую теченьку. Да пусть хоть сам Иисус сойдет с небес, только не это. Нет! Стоп! Сказал вдруг Ульрих. Сталь убралась от моих драгоценностей. Тяжелые капли пота скатились по вискам. В этот момент я был готов расцеловать фашистского палача. Боги меня услышали, экзекуция отменяется. А может, я сам как-то повоздействовал на этого ублюдка с помощью силы? Ништяк, ништяк. Майн либе, это нужно делать под музыка. То есть не резать хер? Айн минутен майн либе, где-то был грамм пластинка. Хе-хе-хе, сейчас находить. Злодей снял автомат и повесил на ржавую вешалку. Согнувшись, он принялся рыться в тумбочке. Вскоре фашист достал стопку пластинок в пожелтевших обложках. Марши Великого Рейха. Найн, этот ручий швайн и недостоин такой честь. Моцарт, найн. Он откинул в сторону винил. О, майн гот, Вагнер. Дас из гуд, я-я. Тебе нравит, Вагнер, дер кретин. Это чучело ко мне, что ли, обратилось? Катись в ад, фашистская сволочь! Заорал я. Русские не сдаются. Ульрих фон Рихтер издал кашлящие и шипящие звуки. Я не сразу понял, что это смех. Он покрутил ручку до исторического патефона, стоящего на тумбочке. Заскрипела пластинка. И комнату наполнила величественная музыка. Полет Валькирий. Эту мелодию я не раз слушал в другой прошлой жизни, колеся по Карелии на своей Гранд-Витаре. Черный демон дергался, будто дирижируя оркестром. Теща зачарованно пялилась на него. Я потянулся до хруста костей. Надо вырваться, пока эти твари отвлеклись. Еще чуть-чуть. Правый захват вроде поддается. Еще. Давай, Санек, еще немного. Приступать, фрау! Резко прокашлял фриц. Старуха, ощерившись, до боли сжал и оттянула мою несчастную мошонку. Ульрих подобрался ближе. Торжествующе сверкнул блик на непроницаемых очках над защитной маской. Хрипящее дыхание участилось в нетерпеливом ожидании. Я зажмурился, приготовившись к боли. К адской немыслимой боли. Бах! В этот момент грохнула входная дверь. Слава яйцам! Случилось то, на что я уже не надеялся. Хватка ослабла. Открыв глаза, я чуть не заорал. Лена! Какого хрена тебя сюда принесло? Два маньяка тоже уставились на нее, видимо, в шоке. Девушка влетела, как разъяренная фурия. Волосы разметались огненным заревом. Глаза пылали молниями. Сиял зеркальным блеском круглый щит. В руке у нее был короткий меч, а из одежды только нижнее белье и зимние сапоги. Я моргнул. Меч превратился в скалку, а щит – в начищенную до блеска сковороду, на которой она обычно жарила блины. Не давая им опомниться, девушка метнула свой окинак. Бешено вращаясь, адская скалка ударила фрицу точнехонько в лоб. Началось лихое месиво. Про меня все забыли. Зарычав немецкий чикатило, выхватил у бабки скальпель и метнул в Лену. Дзынь! Клинок отлетел в сторону. Умница! Прикрылась сковородкой. Старуха схватила парализатор, коварная игла свистнула, вылетая из дула. Но Леночка вновь ловко отбилась чудесным щитом. Дзынь! 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 Это Ульрих принялся швырять инструмент из хирургического лотка. С каждым отбитым клинком Лена приближалась все ближе. Теща перезаряжала парализующий пистолет. Черт, она ведь может попасть в ее неприкрытые ноги или плечи. Набрав побольше воздуха, я со всей мочи харкнул в коргу. Есть! Точняк в ухо! Но ведьма, не обращая внимания, поднимала парализатор. Любимая тот час оценила опасность. Мелодия Валькирий достигла кульминации. Элегантным броском тяжелая сковорода устремилась в полет. Бабс! Тещу отбросилась копыль. Из ноздрей выпали трубки. Она приподнялась на миг и тут же рухнула лицом в пол. Лена! Заорал я, только сейчас поняв, что любимая осталась без оружия. «Автомат, хватай!» Слава ктулху она поняла. Рысь укинулась к вешалке, где болтала 7П38. Ульрих дернулся на перерез, но растянулся об тещу и тут же вскочил. Я заметил в его руке топорик для разделки мяса. Понимая, что не успеет добежать, черный урод замахнулся для броска. «Нет!» Но Лена успела первой. От грох это заложило уши. Длинная очередь отшвырнула фашиста, как надоедливую муху. В дребезги брызнули стеклянные шкафы и шифоньеры, куда влетела закованная в черный доспех фигура. Посыпались банки за спиртованными уродцами, колбы, инструменты и вазы, засохшими десятки лет назад цветами. Проиграв заключительный аккорд, умолк патефон. Только игла еще какое-то время сухо царапала старую пластинку. Да, мои молитвы были услышаны, иначе как чудом это не назовешь. Лена принялась возиться с кандалами, пытаясь освободить мои могучие руки. «Знаешь, кто я?» – спросил я. «Кто? Алкомен?» Она приподняла бровь, расправляясь правым наручником. «Я джедай! Ты спасла меня! Теперь в галактике воцарится мир!» «А ха-ха! А знаешь, кто ты?» «Подруга джедая?» «Вот и левая рука на свободе!» «Нет! Ты чудо-женщина!» «Круто! Джедай и чудо-женщина! Офигенная парочка!» Сказал я, спрыгнув со стола. «Такое кино я бы посмотрел!» «Мы обнялись! Начало отпускать напряжение!» «Все еще не верится, что выпутался из самой опасной переделки в своей жизни!» «Тебе нужно одеться, джедай!» Лена отстранилась. «А может, сначала...» «Ха-ха-ха!» Подмигнул я. «О боже! У тебя только одно на уме!» Она закатила глаза. «Ну извини! Окажись ты здесь минуты позже! У меня бы вообще не было такой возможности!» «Одежда и все мое снаряжение отыскалась здесь же, на заляпанной кровью кушетке!» «Как ты вообще тут оказалась?» Задал я волнующий вопрос. «Когда ты ушел, я хотела пожарить блинов к твоему возвращению. Но вдруг, через несколько минут, стало как-то странно!» «Пиздец, как странно!» «Ха! Походу, тебе передалась магия Зюзи!» Усмехнулся я, застегивая штаны. «Я так и поняла!» Задумчиво произнесла чудо-женщина. «Все вокруг стало таким... Таким... Не могу объяснить!» «Необычным?» Подсказал я. «Нет! Сначала мне стало очень страшно. Я думала, что это из-за токсикоза, что я сошла с ума. Но потом я увидела свою бабушку, которая давно умерла. Она мне все объяснила, успокоила. Я начала плакать, мне хотелось остаться с ней. А бабушка как закричит. «Шо ты сопли распустила?» «Выживальщику твоему сейчас пиздецок настанет!» «Еще, — говорит, — вот твое оружие. Вручай голубчика своего. Щит мне дала и меч. Хорошая у тебя бабка. Я застегнул разгрузку и зарядил револьвер. Была. Ну, а дальше сама не помню. Как будто что-то вело меня. Ну, и тебя нашла... Офигеть! Выходит, я не зря тебя поцеловал перед вылазкой. Надо будет повторить. Нет!» Она вздрогнула. «Это было неправильное, нечеловеческое. И ты поклянись, что не будешь больше лизать эту жабу!» «Почему?» Удивился я. «Сейчас кругом апокалипсис, а для выживания все средства хороши. Посмотри, как мы круто управились. Всех нашли, всех спасли, врагов победили». «Ты бы и без дурацкой жабы справился, я уверена. Вован ничего не употребляет и не лижет жаб». «Ага, только водку хлещет литрами. К тому же он здоровый, как два меня, и к тому же больной на всю башню». «Ой, кто бы говорил!» Вздохнула она. «Ты заколебала! Че ты мне этого психодесантника в пример ставишь? Если тебе он так нравится, ну давай иди, живи с ним в его берлоге». «Ну не начинай, просто переживаю за тебя, не хочу, чтобы ты сжег свой мозг всякими жабами и мухоморами». «Я люблю только тебя, мой джедай». Я сгробастал ее в объятия. О, моя чудо-женщина! «Зачем я погнал на нее в самом деле?» «Уже в который раз выручает из беды. Надо просто, чтобы ее не касались все эти схватки, перестрелки, психожабы. Чем меньше знает, тем спокойнее для нее и для нашего будущего ребенка». «Блин, да ты вся холодная, давай одевайся!» Скинув разгрузку, я стянул с себя горку и термуху. «А ты?» Она влезла в мои тактические шмотки, прикрыв соблазнительные формы. «Мой мускулистый торс не боится холодов. Пошли!» «Подожди, а как же Антонина Петровна, мы бросим ее здесь?» Лена склонилась над телом гребаной бабки. «Она еще жива!» «Не вопрос. Сейчас исправим». Я дернул затвор сайги и шагнул вперед. «Ты что, убьешь пожилую беззащитную женщину?» Воскликнула Лена. «Да она мне яйца чуть не откромсала. Это ж ты зарядила в бубен сковородой. Забыла?» «Я сама была не своя», – тихо произнесла девушка. «Как и Антонина Петровна. Уверена, этот фашист как-то воздействовал на нее». «Даже догадываюсь, каким образом!» Я сплюнул. «Представь, как расстроится Люся, как расстроятся ее внуки, Валера!» Я усмехнулся про себя. «Ну, очкарик-то уж вряд ли станет гревать по своей полоумной теще. Хэппи-энд, можно сказать». «Ладно, не буду огорчать Леночку. А старуха, поди, и так сдохнет в скором времени». «Не вариант ее тащить», – подумав, решил я. «Ну, освободим сначала Валеру семейством. Пусть сами ее волокут». Лена была вынуждена согласиться с моей железной логикой. Мы подняли бесчувственное тело и уложили на операционный стол, на котором совсем недавно чуть не кастрировали меня. «Хоть любимая протестовала, но я потуже закрепил ее руки и ноги. На всякий случай», – объяснил я Лене, – «а то свалится и ушибет себе что-нибудь». Затем я подошел к заваленному осколками стеллажей Ульриху. Пнул по ноге. «Не дышит собака фашистская». А ведь и впрямь чем-то напоминает Дарта Вейдера из «Звездных войн». Может сорвать с него маску, и он прохрепит на последнем выдохе. «Саня, я твой отец». «Делать это я, конечно, не буду». Обшарив костюм, я нашел запасной магазин МП-38, связку ключей и маленькую алюминиевую коробочку. Открыв, похолодел от осознания, что были на волосок от смерти. Ампулы с вирусом. «Нам невероятно повезло, что Лена не прострелила эту коробку». «Ну ты идешь, Саш?» Спросила она стоя у двери. «Что там у тебя?» «Все нормально, детка». Улыбнулся я, оборачиваясь. Аккуратно сложил опасную находку в рюкзак. «Надо придумать способ, как безопасно уничтожить эту дрянь. Может, Валера что дельное подскажет, он же ФСБшник». Проверив, ничего ли не оставили, мы отправились вызволять друзей. С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше безумное путешествие в схрон, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И, как всегда, до встречи в следующих мирах.